Тверские журналисты Тверские журналисты В таких центрах осужденные с одной стороны минимально ограничены в общегражданских правах. Им, например, можно пользоваться мобильной связью и видеться с родственниками. С другой, они постоянно находятся под надзором сотрудников уголовно-исполнительной системы. Здесь люди больше адаптируются к жизни, привыкают к работе, общению с людьми и самой обстановке уже близкой к освобождению. Первых осужденных центр принял в конце 2021 года. Руководство предприятия не скрывало опасений. Смогут ли новые ограниченные в свободе люди качественно выполнять порученную работу? Мы поняли, что сотрудники, которые к нам приходят, ничем не хуже, а где-то даже лучше тех людей, которые работают у нас штатно. И видим, что они работают ответственно, у них высокая производительность, они дисциплинированные и, в общем-то, мы ими довольны. Сейчас в штате предприятия около 40 осужденных. Каждого из них за счет работодателя обучают новой профессии. Программа обучения, она такая, можно сказать, специфическая. Мы должны учитывать определенные нюансы. Но это абсолютно не стало для нас проблемой. Мы быстро адаптировали людей и даже быстрее, чем это происходит с нашими штатными сотрудниками. И обучение, они проходят полноценно. Труд осужденных достойно оплачивается. В среднем около 27 тысяч рублей в месяц. Условия проживания, как видите, тоже самые достойные. Коммунальные услуги и питание оплачиваются из средств осужденного. По комфортабельности пребывания многие журналисты сравнили исправительный центр с гостиницей. Я бывал на Казани в Северонежске, в Архангельской области. Там тоже все хорошо со стороны администрации, отношения, но по бытовым условиям не очень. Здесь и площади большие, спальные места хорошие. И естественно, здесь у меня родные проживают, связь, все это поддерживается. На сегодняшний день в регионе работают три изолированных участка, функционирующих как исправительные центры. Руководством ФСИН совместно с правительством Тверской области прорабатываются вопросы создания подобных центров в Ржевском и Торжокском районах. Что дают области такие участки? Созданные в рамках либерализации уголовно-исполнительной политики государства, исправительные центры позволяют заменить на рынке труда области трудовых мигрантов. Преимущества для бизнеса тоже налицо. Постоянная численность работников и их высокая мотивация на качественный труд. К тому же сферы применения принудительных работ планируются расширить. В перспективе подобные центры могут создаваться в строительной отрасли и на базе сельскохозяйственных комплексов. Что очень важно для современной России в условиях атакующих санкций.